Когда вы ознакомитесь с полным текстом нашего соглашения, вы обратите внимание, что после подписания этого соглашения формируется новый орган управления нашим союзом. Он будет состоять из шести человек по два представителя от каждой партии. Решения будут приниматься только консенсусом, когда все согласятся. В этом органе управления не будет ни одного председателя партии. Там будут новые люди, а мы, председатели партии, будем руководствоваться решениями этого коллективного органа Блока. Это наше базовое соглашение. И что важно обществу понять, в Европе есть очень много примеров, когда социал-демократы входят в союзы с другими доктринальными партиями, когда у них общая проблема. Поэтому я хочу еще раз акцентировать внимание на то, что да, мы три партии объединились по идеологическому принципу. Но мы заявляем свою открытость, проведение переговоров, создание более широкого союза, если эти партии разделяют те основные принципы, которые заложены в нашем соглашении. Принципы строительства новой Молдовы. Партии, которые согласятся с тем, что нам нужно отказаться от представительной демократии и переходить на прямую демократию народа. Партии, которые согласятся с тем, что нам нужно отказаться временно от геополитики и сконцентрироваться только на решении внутренних проблем. Партии, которые согласятся с тем, что развитие экономики должно базироваться на превращении Молдовы в свободную экономическую зону. И работать с Европой и с Евросийским Союзом на базе договоров о свободной торговле, независимо от идеологических взглядов, могут быть нашими союзниками. И мы хотим, чтобы они были нашими союзниками, потому что только предложение новой Молдовы, предложение новых принципов взаимоотношений между обществом и органами власти позволит нам стать силой и, безусловно, победить тех, кто сегодня узурпировал власть в стране.